Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». Традиционно по вторникам в прямом эфире вы смотрите программу «Где в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Будем протягивать традиционную ниточку с прошлых передач или сразу начнем разговор на какую-то тему, пока ждем звонков от наших телезрителей. Напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните. Ну, может быть так. Вот мы с вами вплоть до последней секунды начала телепередачи. Ну, так обсуждали, о чем мы можем говорить, что было бы интересно для нас и может быть для наших телезрителей. Вот. И, ну, всегда это какой-то калейдоскоп тем. Опять же, я надеюсь, что наши телезрители нам будут помогать и впредь выбирать темы. Но вот прям за секунду до начала, до нашей заставки, я, ну, думая о том, что темы нужно выбирать из текущего, из насущного, ну, вот не выдумывать что-то из головы, из того, что сегодня окружает. Вот в моем пространстве психотерапевтическом, ну, так я свою работу называю, сегодня какой-то такой день эмоциональных выплесков. То есть, ну, люди, не договариваясь... Как это проявляется? Проявляется тем, что вот люди рассказывают какие-то эмоциональные истории свои. И если немножко взять дистанцию, ну, то есть, не только слушать то, о чем идет речь, да, а речь может идти о разном. Но еще и, что посредством своей человек, ну, человек, когда говорит, на мой взгляд, он же что-то производит, ну, совершает какие-то действия, то вот сегодня день таких действий, где люди, наверное, основной функции речи выбирают осознанно или неосознанно выплеснуть эмоции, поделиться эмоциями. Ну, поделиться, может быть, не то слово, да, вот опубликовать. Здесь могут быть разные слова. Выдать наружу, озвучить. Ну, в общем, как-то не только их обозначить, но и озвучить. Да, это соответствующий голос, это соответствующий тембр, это соответствующее выражение лица, это накал, может быть, да, ну, это много чего может быть. На каких чувствах речь идет? Какие чувства чаще всего хотят быть выплеснутыми? Ну, в кабинете, я не знаю, закономерность ли это, но в основном то, что называется негативные чувства. И для меня важно услышать, что или это бывает так, человек рассказывает о чем-то неприятном для него, но делает это монотонным, обыденным языком. И в этот момент я понимаю, что, может быть, моя задача не только его выслушать, сколько помочь в этот монотонный, обыденный язык добавить те чувства, которые у него в этот момент, ну, где-то под крышкой, где-то под фильтром. Человек говорит о расставании, ну, и каким-то таким будничным языком, о расставании с важным для себя человеком. Мужчина рассказывает о женщине, что он некоторое время назад расстался с женщиной, но говорит, говорит, что он очень переживает, говорит, что это очень важный для него человек, но говорит об этом обыденным языком, говорит, да, я переживаю, я знаю, вот у меня такие-то чувства, утраты, одиночества, потери. И парадокс здесь заключается в том, проблемный, наверное, парадокс, что вроде бы чувства обозначаются, но им не дают движения, им не дают хода. И в этом смысле я свою задачу вижу в том, чтобы этим чувством, ну, создать условия, чтобы эти чувства появились. А это в основном доверительные условия, да, условия, где можно публиковать чувства. Как, например, телевидение или газеты, да, интернет, это место, где публикуют какие-то истории. Вот кабинет психотерапевта, это место, где, ну, делают публичным, да, в смысле сообщают другому человеку. В наших передачах мы говорили и о детско-родительских отношениях, и о студентах говорили, вы говорили, что много студентов к вам сейчас ходят. Взрослые с темой расставания, разводов, как часто приходят? Насколько это действительно актуальная такая тема, которая захватывает, ну, значительную часть населения? Ну, трудно привести статистику, но приходят часто. И сегодняшние, кстати, выплески чувств. Я к тому, что, может быть, и звонок сегодня, звонки будут. Я хочу сигнализировать телезрителям, что, может быть, сегодня хороший день для того, чтобы вы позвонили и рассказали о каких-то своих эмоциях, которые ждали момента для того, чтобы быть обозначенными. И, может быть, эти эмоции будут связаны с супругами. Часто приходят Елены, и это очень такая болезненная тема. Недавно мы говорили с коллегами, 2020 год, ну, с некоторыми. 2020 год можно здесь разные какие-то аналогии, ассоциации проводить. Сопровождался тем, что люди очень часто обращались к семейным терапевтам по поводу разводов, по поводу расставаний. То есть это вот такой... Это объясняется самоизоляцией? Есть большой соблазн объяснить это самоизоляцией. Ну, конечно, пусть это может быть немножко в лоб, но люди, возможно, до этого были очень заняты на работе, встречались только ограниченное время вечером за столом, а когда они оказались запертыми в одной... Собрались вместе и вдруг обнаружили, что они больше не хотят быть вместе. Да. Ну, возможно, возможно. Вообще, мне кажется, это неблагодарное дело сводить какие-то такие важные события и процессы в жизни людей, как, например, непреодолимые трудности в коммуникации, да, между супругами, к примеру, сводить к какой-то одной проблеме. Ну, например, супруги поссорились потому, что, ну, не знаю, наступила самоизоляция или потому, что, не знаю, их чья-то мама вторгается в эти семейные отношения. Все-таки я хочу, чтобы это было произнесено и чтобы мы на таком уровне обсуждали какие-то вещи, не рискуя запутаться, что несколько факторов, несколько важных течений, да, сталкиваются, тем более, когда мы говорим о супругах. Ну, тем не менее, когда люди пересказывают друг другу истории, обычно говорят, вот развелись и называют эти причины потому-то, потому-то. Возможно, невозможно, а точно они не отражают всей полноты картины, которая там развивалась... Возможно, они даже не являются причиной. Может быть, но тем не менее, нам, людям, важно знать, почему. Потому что это добавляет вот этот пазл в картинку, где все так вот хорошо выстроено. Ну, и это в том числе, и здесь как раз тоже много факторов. Во-первых, мы об этом тоже как-то говорили, о линейном мышлении, о причинно-следственном. То есть мы склонны, ну, так я сейчас обобщаю, да, в основном склонны выстраивать причины и следствия. То есть если я болею, значит, ну, психическими какими-то расстройствами, значит, у меня был стресс. Если случился развод, значит, ну, что-то там произошло, да, в таком, в единственном и однократном исполнении. Ну, вот это далеко не так. И поэтому, ну, приходится искать какие-то разные вещи. Вот объяснения, они, конечно, ну, мы развелись, потому что там перестали понимать друг друга. Не знаю, объясняет ли эта фраза что-нибудь, да, или потому что мой муж стал меньше зарабатывать, или потому что моя жена, там, я не знаю, все время советуется с мамой по поводу того, да, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Что? Елена, да. Ну, вот, может быть, я должен это сказать, потому что это будет близко. Мы все-таки в этом вопросе взаимодействия супругов. Всегда приходим к общению, к коммуникации. Как складывается общение? Оно всегда многогранное. Вот я сейчас так вокруг да около. В надежде, что у нас появятся истории, которые сделают эти рассуждения прагматичными и однозначными. Да, вы что бы хотели спросить? Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, напоминаю, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы открыты для диалога. Наверняка приходят и те, кто разводится, и те, с кем разводятся, да, разные люди. Пока мы ждем звонков, о чем полезным в этой теме мы можем поговорить для наших телезрителей? Полезным для наших телезрителей? Не знаю, стоит разводиться, не стоит. Вообще, когда эти вопросы приходят в голову, на что стоит обратить внимание, о чем подумать? Вообще, первое, что я бы хотел на этих скрижалях написать, ну, касающихся вопросов развода, и это первое, что после выслушивания истории я начинаю обсуждать, это то, что в каких-то разногласиях, в том числе и таких непреодолимых у супругов, всегда, ну, я просто исхожу из этого, как из аксиомы, это всегда вложение обоих супругов. Хотя так часто бывает, что супруги приходят, причем даже иногда договорившись, ну, например, супруга приводит своего супруга и рассказывает, что он, не знаю, перестал обращать на нее внимание, или у него появилась любовница, или он стал, ну, парадокс, стал больше зарабатывать, стал позволять себе какие-то вещи, позже приходить домой, вести себя дома как руководитель, как начальник, и, в общем, и они, может быть, и супруг сидит, и кивает, и, в общем, подает. То есть у них есть согласие очень часто по поводу того, кто виноват. Согласие парадоксальным образом достигнутое, где, ну, вот как раз эта идея о том, что оба человека вложились и продолжают вкладываться в то, чтобы отношения нарушились, как бы это ни выглядело. Это такая форма негативизма, о которой мы говорили в одной из передач, где вы говорили, иногда вот вижу вот это согласие, когда сидит человек, говорит, да, 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 все так и есть. Ну, я думаю, что эта форма о чем-то договориться и, может быть, погасить конфликт. Иногда это бывает так, что приходят два супруга, один из них, ну, мужчина, в основном алкоголизируется очень часто и очень выраженно. И вроде бы здесь расклады понятные. Она говорит, ну, а я-то чего? Это вот он разрушает наши отношения. Это он, с его подачи в нашей семье появилась бутылка, это он приходит пьяный и так далее, да. Это он меня оскорбляет, он меня бьет и так далее. И, ну, если до этого доходит. И здесь вроде бы очевидно, ну, для супругов, по крайней мере, да, что кто здесь и как виноват. Но для того, чтобы этой семье помочь как-то разобраться, приходится, это я все длительно отвечаю на ваш вопрос, первым пунктом поставить возможность исследовать, как оба супруга вкладываются в эти нарушенные отношения. Зачем им это? Зачем что? Ну, выяснять, чем я вкладываюсь. Если расклад уже понятен, мы разводимся. Вот он виноват, и я не виновата. Ну, во-первых, по поводу развода, это не всегда вопрос, решенный окончательно, потому что так много, я знаю, решений по этому поводу, в смысле эмоциональных решений, или решений на уровне, ну, поведенческих каких-то моментов, да, и намного меньше этих решений, доведенных до логического конца. Ну, в данном случае я имею в виду, да, официально оформленного развода. Ну, то есть там, где был, например, официальный брак зарегистрирован, где он, ну, регистрируется расторжение брака, да, и люди получают свидетельство о расторжении. Такое вот, как это, свидетельство о смерти брака, я так иногда называю, да, может быть, перегибая палку. Ну, что-то закончилось, что-то умерло. Вот, зачем им это нужно? Ну, во-первых, еще раз, не всегда до этих свидетельств доходит. Может быть, мой вопрос, я поясню, зачем, с вашей точки зрения, где вы уже имея определенный опыт психотерапевтической работы и зная, чем продуктивны будут для этих людей ответы вот на этот вопрос, зачем? Ну, мне кажется, что здесь, ну, для меня это все сводится, ну, в первую очередь, к простому. Если каждый из супругов хотя бы принял аксиоматически, что он тоже как-то вложился, он начинает искать свое собственное участие, и тогда процесс вот этой коммуникации, сложной, нарушенной, многогранной между супругами, он тогда повешен, ответственность за него повешена не на одного из супругов. Я вам привела мужа или я вам привела жену, она что-то совсем у меня с ума сошла, вы ее тут почините и верните мне целую. Тогда это слаженная работа. Не всегда она приводит к восстановлению супружеских отношений, но частенько так и бывает, поскольку за прояснением позиций проясняются желания супругов, в том числе желание быть вместе, как быть вместе, на каких условиях и так далее. То есть и тогда получается вот та самая слаженная работа, может быть конфликтная, да, потому что, ну, к какому-то определенному времени у людей вдруг проявляются разные потребности, разные ожидания по поводу супружеских отношений. Я знаю, что в семьях, которые, ну, находятся в стадии явного или скрытого конфликта, если один из супругов идет к специалисту, к психологу, к психотерапевту, даже с запросом о сохранении семьи, то у второго супруга возникает большая тревога по поводу того, а приведут ли вот эти визиты к психологу, к психотерапевту именно к сохранению семьи. Ну, как показывает практика, один из супругов идет, и даже если цель была сохранить семью, семья приходит к разводу. Ну, это не всегда так. С тревогой, да, я согласен. Во-первых, непонятно, на чью сторону встанет психотерапевт или психолог. И иногда я, по крайней мере, мои пациенты, приходя от кого-то из коллег, может быть, в искаженном формате, но у меня нет оснований не доверять тому, что они говорят. Ну, вот они рассказывают, что кто-то из психологов, психотерапевтов, очевидно, встал на чью-то сторону. Ну, например, там, женщине, которая, ну, там, немножко располнела или еще что-то, да, психолог говорит, ну, а что ты хотел? Ты посмотри на себя. С тобой любой мужик разведется, да? Ну, то есть, понятно, что после этого никакая психотерапия. Или, а что ты хотел? Ты, вон, там, 20 тысяч в месяц зарабатываешь, да? Какая женщина с тобой будет? Или, там, ты что-то хотел? Ну, то есть, вот это, что ты хотел, да, или посмотри на себя, или ты, там, ты не прав, или, наоборот, объединение с женщиной или с мужчиной. Все верно ты думаешь? Он такой-сякой или она такая-сякая? То есть, ну, вот это, я надеюсь и вижу, что специалисты, с которыми мы общаемся, там, где это даже было, потихоньку уходят от этих позиций. Ну, это скорее нонсенс сейчас, ну, на мой взгляд, чем общая тенденция, где специалист встает на чью-то сторону. Задача у специалиста сохранить нейтралитет. Парадокс, Елена, еще заключается в том, что специалисты тоже живые люди. И некоторые из них на грани развода, не в браке, в конфликте, во влюбленности, в построении новой семьи. И, ну, то есть, в некотором смысле эмоционально вовлечены в свою собственную жизнь. И у них своя собственная жизнь может шуметь настолько сильно, незаметно для самого специалиста, что они могут, как это сейчас молодежь говорит, топить, ну, то есть, склонять в одну или другую сторону, да. Замечено, что специалисты, сами испытывающие проблемы в коммуникациях, ну, подумывающие, например, о разводе, ну, как-то особенно в эту, может быть, тему, да, могут неосознанно двигать своих пациентов. Почему двигать? Ну, потому что таким образом может разрешиться какая-то своя ситуация, да, неосознанно. Или специалисты, которые пытаются сохранить свои отношения, в общем, то же самое пытаются предложить своим пациентам, да, и может быть, у пациента уже... Такое слово отыгрывают, да, свои какие-то непроговоренные чувства у вас. Да, в какой-то степени. И вот эти вопросы могут шуметь так сильно, что они тоже вторгаются в коммуникацию и не всегда осознанно для самого специалиста. Но для этого существуют наши институты, там, супервизии для самих специалистов, да, личной терапии каких-то, ну, хотя бы консультирования, когда специалист идет и говорит, слушайте, вот, ну, там, к своему более опытному коллеге. Вот. Ну, в общем, я ушел от какого-то вопроса, зачем, зачем им это нужно. Изначально я спрашивала, зачем, и что полезного можем мы рассказать нашим телезрителям в рамках заявленной темы? Ну, полезного... Первое, вы сказали, это вот... Принятие на себя... Чем я вложился, да, в эту ситуацию. Да. Даже если очевидно, что вроде бы я ничем... Я бы даже, наверное, так сказал. Там, где очевидно, что я ничем не вложился, скорее всего, у меня присутствует какое-то слепое пятно, мы так это в психологии называем, что-то, что я категорически не хочу видеть. И, ну, возможно, с помощью специалиста я смогу это определить. Второе, да... Говорите немного. Второе, это, конечно же, участие обоих супругов или пары. Они не обязательно могут быть супруги. Это могут быть будущие супруги, это может быть, ну, гражданские отношения, да, это может быть пара, которая, ну, пока или не собирается, никак не зарегистрировала нигде свои отношения, кроме как в собственных сердцах она эти отношения зарегистрировала. Вот. Когда они приходят вдвоем и начинают... Благо, есть специалисты, да, семейные психологи, семейные психотерапевты. То есть люди, специально учившиеся и осваивающие... Не занимать ничью сторону. В том числе и это. Осваивающие те законы и процессы, которые происходят внутри семьи. А там действительно есть закономерности, о которых можно говорить. Вот. И к этим специалистам супруги приходят, и такого рода работа начинается. Но в какой-то степени здесь специалист похож на катализатор. Если вы помните, из химии это вещество, которое само не расходуется, но активизирует процессы. То есть каким-то образом их в хорошем смысле не расходуется. Немного введу в сторону. Бывает ли такое, что супруги объединяются против специалиста? В общем, периодически бывает, и специалист к этому должен быть готов. Во-первых, он всегда должен понимать, что он инородное тело, и не только тело, а инородное существо, инородное чувствующее тело, переживающее, думаю, внутри семьи. И ему, специалисту, ну, скажем так, нужно какое-то время, и семье нужно какое-то время, чтобы специалиста пустили в семейную систему. Ну, то есть ему рассказали об устройстве, да. И это определенные такие доверительные отношения. Специалист бы захотел туда зайти. Потому что это, может быть, на поверхности кажется, что, ну, что там, супруги ругаются, и, ну, так сказать, это все их проблемы. В семейных системах иногда такие сериалы и кинофильмы происходят, да, с массой присутствующих внутри семьи, ну, любовников, любовниц, с утраченных родственников, родителей и так далее. Ну, то есть я имею в виду, что там происходят очень-очень сложные иногда, очень запутанные вещи. И иногда перед специалистом вот эта вот семейная система вот так вот разверзается, и он думает, как ему там выжить, как ему там существовать, как ему там помогать и быть эффективным. Поэтому это такой процесс. То есть, ну, а то, что они объединяются, ну, это иногда на руку самому процессу, когда в этом может возникнуть какая-то, может быть, ну, если не полемика, то выяснение позиций, да. Я правильно поняла, когда я вас отвлекла и перебила, ввела в сторону. Вы начали говорить о будущих супругах и о будущих отношениях. Полезно в нынешних отношениях найти ответы на вопросы, чем я вкладываюсь, да, где у меня, возможно, кривая коммуникация с моим партнером, чтобы не тащить это в следующие отношения. Потому что люди, проживя одни, вторые, третьи отношения, иногда начинают замечать, что они развиваются по одинаковому сценарию. Ну, ваша правда, Елена, действительно такое есть. Я бы еще добавил, что даже и далеко ходить и ждать других отношений не нужно. Получается, что эти же отношения могут развиваться, ну, в несколько каких-то других модификациях с уже существующими людьми, с начальником на работе или начальницей, с подчиненными, с соседями, да, с партнерами по делу какому-то, с друзьями и так далее. Вот. И, ну, как в зеркалах эти отношения там проявляются. Ну, как в качестве байки такой, которая среди психологов ходит, про женщину, которая была в первом, во втором, в третьем браке. Первый муж у нее был пьющий, второго она себе искала категорически непризнающего алкоголь. Он начал пить во втором браке, будучи с ней. Третий заход закончился тем же итогом, что и второй. Тоже нашла непьющего мужа, но он начал пить. И вот в четвертых она пришла к психологу. Чем я вкладываюсь в то, что мои мужья начинают спиваться? Вот такой вопрос у нее был. Это, да. Ну, расскажу так немножко, как бы частичку тоже этой истории. Один из элементов, который она обнаружила, уровень ее тревоги вот в этой теме как раз алкоголизации ее мужа был настолько, что она не замечала, что каждый приход мужа она встречала принюхиванием. То есть она принюхивалась. Ты еще трезвый, ты еще трезвый. Ну, здесь есть очень тонкая грань, Елена. Я бы о ней хотел сказать. И очень важный момент. Женщины, у которых супруги выпивают, в первом приближении очень нагружены чувством вины. И если в лоб, и, конечно, это чувство настолько непереносимое, что этот вопрос иногда почти невозможно поставить, о чем вы вкладываетесь, да, потому что она говорит, ну, как я работаю, я, он там, выпивает и на работу не ходит, да, я содержу всю семью и так далее, и так далее. Договариваюсь, может быть, там с полицией, с соседями, но это в каких-то крайних случаях, да, стираю, готовлю и так далее. Вот, и обратить этот вопрос ей напрямую, это, по сути... А иногда так и происходит, да, и вот если послушать вашу историю, сразу хочется сказать, что такого делает женщина, что ее мужья пьют. И вот, ну, такое чувство вины ей привязать. Я какая-то не такая во всех этих... Вот тонкая грань между... Понятное дело, что я эту историю рассказала утрированно, да, и... Но она иногда... Устила и подробности какие-то. Она иногда... Вы очень точно рассказали, потому что она иногда таким образом утрируется в голове специалиста. То есть специалист себе рисует такую цепочку. Ага, вот первый, второй, третий брак. Складываем один плюс один, получается 4-0. 4-0 не в пользу этой женщины, да. И, в общем, тогда ее начинают расспрашивать, чего она такого делает неосознанно для себя. Она, безусловно, что-то делает, да. Я имею в виду, но не чтобы он пил, а она вкладывается в коммуникацию, да. В ту коммуникацию, которую... Чтобы он порождал в ней вот это чувство вины, которое для нее привычное чувство. У нас не так много времени до конца передачи, если можно коротко. А я коротко здесь остановлюсь, потому что каждая история по-своему разворачивается. Я бы не хотел сейчас огольно все отношения женщин и мужей алкоголиков или выпивающих. Хотя алкоголь – это очень серьезная тема для нашей страны, для города. Много супругов приходит. Но это всегда как-то по-разному. Вот. Всегда как-то по-разному. И иногда так бывает, что женщина, начав ходить на консультации к психологу, к психотерапевту, приводит с собой супруга. Ну и начинается следующий этап работы. Спасибо, Алексей, за сегодняшний разговор. Спасибо, что смотрели нашу программу. В следующий вторник в прямом эфире на телеканале «Самары ГИС» вновь разговор по душам. Снова звоните нам. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok